Здравствуйте! В эфире научно-популярная программа «В объективе натуралиста». И мы продолжаем посещать знаковые для нашей программы места, которые 10 лет назад стали площадками для съемок нашей передачи. И вот это поле, которое за моей спиной, это поле, как мы его называли, поле Пересельца. На самом деле это миллиарированная территория в пойме реки Стриевки между деревней Пересельцы и Стриевка. Именно это место стало, скажем так, второй родиной для зубров на Гродненской земле. И эта территория всегда привлекала наше внимание. Именно здесь мы впервые снимали Гродненское зубринное стадо. И сегодня мы вспомним и как это было, и постараемся это стадо найти вновь. Территория, на которой мы постоянно наблюдаем стадо зубров уже на протяжении 10 лет, это очень интересная на самом деле территория, которая располагалась практически в самом сердце древней Озерской или Озеранской пущи. Когда-то этой территории принадлежали также помещикам Валецким, которые впервые получили от зубра и коровы гибрид зуброкоров. Сейчас это довольно обширные территории в пойме реки Стриевка, которые миллиарированы и представляют собой хорошее пастбище. В сочетании с окружающими смешанными лесами, это как раз те угодья, где зубры чувствуются наиболее привольно и хорошо. Если мы будем говорить об этой территории, то очень важно заметить и отметить вот этот миллиаративный канал. На самом деле это не миллиаративный канал, а речка Стриевка, которая введена в миллиарированное русло. То есть это система, которая очень часто применялась для таких очень болотистых участков. И вот здесь болото, которое было, оно было полностью осушено и введено все вооборот. А эта река в любом случае все равно осталась питательным источником с точки зрения воды для всей территории. И надо еще отметить, что вот это поле, на котором мы находимся, оно выведено из территории заказника озера. Здесь охотничье хозяйство, сельхоз, угодья. Но вокруг располагается лес заказника озера и лес, который когда-то входил в древнюю Гродненскую пущу. А еще раньше он входил в Озеранскую пущу и в древнюю Ятвяжскую пущу. Понаблюдав за окрестностями и определив примерное местонахождение стада, мы начали к нему приближаться. Мы используем этот старый граб как естественное заграждение для того, чтобы понаблюдать за полем, на котором сейчас находится стадо зубров. То есть основная задача, которую я ставил сегодня в нашем исследовании, найти стадо зубров, которое мы изучали 10 лет назад, оно в принципе и получилось уже. Потому что именно вот на этом участке леса, на этом участке поля, мы 10 лет назад и нашли наших первых зубров. Тогда стада, конечно, было меньше. И то стадо, которое мы видим, составляло всю микропопуляцию гробницких зубров. Но сейчас оно, конечно, намного больше. Из 100 особей оно практически превратилось в 200-головое стадо. Мы застали стадо зубров уже на конечной стадии утреннего их мациона. Заканчивается утренняя часть, где они питаются на открытых пространствах. Причем это происходит довольно интересно. Зубры постоянно двигаются в направлении леса, но при этом очень тщательно выбивают прикоченевшую после утра землю, для того, чтобы съедать оставшуюся траву, коренья. И потребление пищи не прекращается ни на минуту. Причем этим занимается все стадо. И надо отметить, что стадо действительно... Если мы будем рассматривать разные периоды жизни зубров, то стадо, которое, как правило, мы наблюдаем на пересельцев Стриевки, это стадо маточное. То есть там, где в основном зубрицы с молодняком, зубрятами этого года, самцов тут практически нету, хотя в этом отношении сейчас еще можно одиночных самцов увидеть и при этом стаде, потому что только-только закончился гон у зубров, он называется яр. Этот яр начинается в основном в августе-сентябре месяце. То есть так было много-много веков подряд. Но при вторичном разведении период размножения смещается, и кроме августа и сентября он сейчас наблюдается вплоть до февраля месяца. Поэтому самцы могут при таком большом стаде быть. Но здесь присутствуют самые успешные и здоровые самцы, тем, которым примерно от 7 до 12 лет. Все остальные самцы, более молодые или более старшие, они не допускаются к стаду, и более здоровые самцы именно приступают к размножению. Если говорить о самках, то самки тоже не все приступают к размножению. В основном самый успешный возраст для размножения самок это с 5 до 15 лет. Но при этом надо помнить о том, что самка может рожать до самой глубокой старости, то есть до смерти. Зубриное стадо благополучного ушло в лес, но хочу отметить, что мы вернулись примерно в ту точку, с которой начинали наблюдения и его поиски. И здесь очень четко видно везде следы, что зубриное стадо делало довольно длинный такой утресумеречный переход и шло от подкормочных площадок вот сюда в лес. Стоит отметить, что действительно 10-летнее наблюдение за этим стадом показало, что вот в этот переход между осенью и зимой стадо довольно проходит большие расстояния за короткий промежуток времени. Но и сейчас, конечно, мне хотелось бы вспомнить, как мы наблюдали и изучали это стадо, это место в прошлые годы. Вы просто себе не представляете. Нам сегодня вообще очень крупно повезло. Мы сейчас снимаем второе стадо зубров. Первое, которое от нас, к сожалению, убежало, было где-то около 20 голов. И за нашими спинами буквально находится еще одно стадо, которое сейчас кормится, отдыхает. И где-то, я думаю, что там 40-50 зубров есть точно. А общее количество, по подсчету ученых, которые снимали в Озерском заказнике на данный момент, где-то около 88 голов. То есть в данном случае мы увидели большинство зубров Гродненской области. Конечно, многие зрители могут спросить меня, о чем это идет речь? Неужели в Гродненской области есть дикое стадо зубров, живущих вне вольеров и зоопарка? Да, уже 10 лет прошло с того момента, когда в 1998 году, реализуя специальную республиканскую программу по спасению Беловежского зубра, его начали расселять на территории вне Беловежской пущи и Березинского заповедника. В 1994-1998 годах Беловежской пущей было отловлено 66 зубров для четырех новых мест обитания. Одним из мест и был наш Озерский заказник. В начале 1998 года в специальный вольер возле деревни Рыбница было выпущено 18 зубров. После первого года содержания было получено 7 зубрят, и стадо стало ежегодно расти. После адаптации зубры были выпущены в дикую природу, но находятся под постоянным наблюдением работников лесхозов, заказника и ученых. Сейчас стадо, по примерным оценкам, достигло численности около 90 особей. Такие микропопуляции, как наши, существуют сейчас во всех областях республики. Встреченные нами два стада составляли самки и молодняк. Это и неудивительно, потому что крупные и крутого нрава самцы предпочитают держаться и кормиться в одиночку, и только в период брачного сезона присоединяются к стаду. В самом стаде есть самка-вожак, который руководит всем стадом. При малейшей опасности она подает сигнал, и мирно пасущиеся, словно обычные коровы-зубры, буквально за считанные секунды выстраиваются в боевой порядок. Молодняк помещается в плотное кольцо взрослых половозрелых самок. Стадо замирает, как будто чтобы проверить, действительно ли есть опасность, но уже через мгновение самка-вожак с быстротой молнии уводит стадо в безопасный для них лес. Мне хочется предупредить наших зрителей. Если вы увидите в дикой природе стадо зубров или одинокого зубра, не надо к нему приближаться, лучше отойти подальше и наблюдать издали. Это мирное животное является диким, а любое дикое животное лучше рассматривать в полной безопасности. Но наблюдали мы стадо во все сезоны года. И наиболее запомнилась мне наша зимняя поездка, где мы видели поведение данного стада зимой и сняли замечательный фильм, который транслировался «Один зимний день». Существует только два обстоятельства, которые ранним морозным зимним утром волнуют всех живых существ от зайца до зубра. Главное сейчас постоянно есть и при этом обеспечить максимальную безопасность себе и своим сородичам. Поэтому выбираются участки, где легче всего добыть пищу. Поле между деревнями Пересельца и Стривка в Гродненском районе является не только сельскохозяйственными землями, но и охотничьими угодьями. Поэтому здесь зимой наблюдается противоречие. С одной стороны, определяющая жизнь, а с другой стороны, несущая для животных опасность. Устроенные человеком кормовые площадки служат не только для поддержания животных в трудный час, но и для привлечения копытных, таких как кабан и косуля, в места будущей охоты. На зубров последние обстоятельства никак не распространяются. Они просто используют данные площадки для отдыха и восстановления потраченной за ночь энергии. Дикое стадо зубров ландшафтного заказника озера использует открытое пространство в пойме речки Стривка как пастбище круглый год. Особое значение оно имеет в зимний период. Пока глубина снежного покрова невелика, зубры каждый день выходят на эти пастбище, где добывают из-под снега корни прошлогодних трав. Поэтому поля просто истоптаны этими копытными гигантами. В стаде, состоящем из самок и телят, главной является опытная самка. Именно она отвечает за безопасность всей группы. Поэтому любая самая незначительная угроза, даже со стороны остановившейся в сотнях метрах машины, вызывает только одну реакцию. По ее команде стадо группируется и начинает двигаться в сторону спасительного леса. Но это не паническое бегство. Стадо постоянно останавливается, проверяя степень опасности. При этом некоторые особи могут даже на ходу попытаться продолжить свой завтрак. Но общая инерция движения стада не дает им уже окончательно остановиться, особенно если источник беспокойства не исчез. Спасительный лес все ближе, но для того, чтобы до него добраться, надо потрудиться. С одной стороны, мелиоративные каналы – это препятствие, но зубры с легкостью, не замедляя движения, преодолевают их. Каждая особь в стаде внимательно следит за тем, чтобы не отстать от основной группы. И даже если стадо при преодолении препятствий растягивается, то мгновение ока животное догоняет головную группу. А в этой группе доминирующая самка-вожак неотступно выполняет свои функции, уводя свою огромную семью от опасности. Самка идет, стадо за ней, и казалось бы, что движение в сторону леса сейчас самое главное. Но даже в этот момент молодые самки, входящие в свою силу, пробуют свои возможности, выясняя между собой, кто сильнее, решая вопрос будущего доминирования. Канал. Участок поля. Опять канал. И снова поле. Но вот достигнут последний ров, и преодолев его, стадо уходит в чащу леса. За спиной остается безмолвное, обожженное морозом, огромное открытое пространство. Сегодня мы вспомнили, как 10 лет назад на вот этой площадке, которая находится внутри заказника республиканского значения «Озеры», мы начали изучать зубриное стадо, которое к этому времени увеличило свое поголовье чуть ли не два с половиной раза. И сегодняшняя передача, опять же, мы ее посвятили 10-летнему нашему выпуску, первому или первым выпускам, которые были в 2008 году. Но она показала, что любой природный комплекс, если ему не мешать, он развивается. И наше зубриное стадо об этом сегодня нам тоже рассказало. А на этом мы заканчиваем. С вами была программа «В объективе натуралиста». Любите и берегите друг друга, и мир, который вокруг вас. До свидания.